Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, и вновь пришла пора продолжить наше хождение по коридорам замка Черное Зеркало в поисках ответов на вопросы, которые волнуют Сэма Гордона, ну и нас, конечно, уже тоже. И самый главный вопрос, кто или что подтолкнуло Уильяма Гордона совершить тот ночной прыжок? Ну, я думаю, что когда-нибудь мы все-таки это узнаем. Ну, а сейчас, а сейчас, хотелось бы знать, где пленка от фотоаппарата. Именно она нас сейчас больше всего волнует. Мы очень хотим, очень сходим сфотографировать тот символ, который появился на стене, да? Фотоаппарат у нас есть, а вот пленки нет. Да, и в прошлый раз мы нашли старое фото незнакомца. Никто его не знает, но кто-то его и взорвал, и бросил туда, в камин. Ну, еще поспрашиваем, еще поспрашиваем, может быть, кто-то все-таки и знает. Но Бейтс хранит молчание. Хранит молчание. Он умеет готовить, наверное, хорошо, и умеет хорошо держать язык за зубами. Ну, почему-то как-то мне не хочется с кухни уходить. Здесь так, такой приятный запах. Что-то вкусное он готовит. Блин, ну ладно. Ладно, Бейтс, я обязательно вернусь. Надо вернуться, ключ же обещал повесить. Мы сейчас идем в столовую. В столовую именно через нее. Конечно же, лежит путь. Яблочки. Что-то с ними будет. Что-то с ними будет связано, наверное. В библиотеку. Как мне быстрее пройти на лестницу? Вот так, наверное, будет лучше. Ну, не буду я Сэма дергать, поторапливать. Пойдем. Как идется, так и пойдем. Не буду рвать наш фильм, наше приключение. Итак, нам сюда. Старое крыло. Прямо руки чешутся, не могу. Открыть. Открыть. Чердак. Блин, ну так половицы прям и скрипят, а? Как бы не рухнуть. Все здесь напоминает Сэму о смерти Катрин. Пожар какой-то был. Дверь заперта. Достань ключ. Мы с тобой... Что я постоянно буду... У тебя есть ключ. Достал его и применил. И все, Сэм. Будь немножко самостоятельным тоже. Помогай мне. Чердачок. Пылище, наверное. Ммм. Такой запах здесь стоит. Затклого всего. Старое крыло. Угол. Осмотрим и угол. Голуби, наверное, тоже здесь приютились. Сундук Роберта. Вот прям он здесь. Сейчас. Сейчас к нему и пойдем. Ха. Будет, конечно... Ну, да. Это в стиле Роберта будет. Если сундук будет заперт. И ключа там не было. Он сначала мне сказал, иди, иди на чердак там. Возьмешь пленки. Все, что хочешь, возьмешь. Но дверь оказалась заперта. А вот сейчас сундук еще, наверное, тоже будет на какой-нибудь код секретный закрыт. Заперто. Проклятие. Конечно. Проклятие. Проклятый Роберт. Ну, у меня только ключи чердака. Больше нет. У меня нет ключа. Ну, я сейчас с Роберта пойду всю душу выйму. Это что такое? Не вижу ничего особенного. Точно ничего особенного. Здесь прям надо все, наверное, осматривать. Ну, мне это не нравится. Мне это не трудно. Кресло-качалка. Подожди. Вот сюда я могу пройти? Вот в это место? Где эти фотографии, картины? Королы. Ничего особенного. Только пара листов бумаги. Старые свитки и множество паутины. Возьми. Ничего полезного. Точно? Ну, наверное, уже точно. Довольно хорошо сохранилось. Странно. Что странно. Подожди. Это не то самое место. Да, это башня. Вход в башню. Это и есть вход в башню. Вход в башню заколочен досками. Мне нужно как-то избавиться от них. Давай, попробуй. Конечно, вырви. Я не могу это сделать голыми руками. Голыми руками. Распилим. Или же, может быть, молоток. В некоторых случаях это помогает, я тебе скажу, Сэм Гордон. Нет, ну, Роберт, а каков? Пойди, возьми. Угол. Пустые рамки для картин и другой мусор. Бесполезно. Да ладно. Не может быть. Рог, смотри, какой висит. А ящики с инициалами какими-то? Сэм, это что, тебя не волнует? Роберт, гад. Хм. Дерни еще. У меня нет ключа. Ну, не знаю. Пойду возьму молоток. И разобью эти доски. И этот сундук. Тоже. Ну, как бы сейчас есть возможность, наверное, сходить к Роберту. Есть возможность, ну, возможности, наверное, необходимость даже сходить к Роберту. Может быть, еще мы поговорим с садовником. Да? Давно мы с ним не беседовали. Покажем фотографию конюху и садовнику. Ну, как бы Генри садовник, мне кажется, более открытый человек, чем этот... Моррис. Конюх. Ну, все, Роберт, держись. Мое хорошее расположение закончилось. Открывай дверь. Своего кабинетика. Продолжение следует... А зачем он так сделал? Спасибо, я верну его. Не спешите. Я им пользуюсь очень редко. Я должен идти. Хорошо. А я вернусь к работе. Ключ, который дал мне Роберт. Да. Ключ, который дал мне Роберт. Но только, я думаю, что я пока, наверное, спущусь вниз все-таки. И схожу в конюшню. Не поленюсь. Как же мне здесь нравится. Как же мне здесь нравится. Символы. Ну, с Моррисом хочет поговорить о чем-нибудь? Моррис, я хочу с вами поговорить. Да, хочет. Что вы хотите, сэр? Эээ... Во-первых, Моррис. Странный предмет меня интересует. Вы видели что-нибудь подобное? Может быть, в замке? Нет, видите ли, я редко бываю внутри. Мадам Виктория не любит видеть меня там. А вы не знаете никого, кто может об этом что-нибудь знать? Старая вещица. Может, старый кровосос Мюррей что-нибудь знает? Он покупает и продает такие вещи. Иногда к нему приходят люди издалека, чтобы посмотреть его барахло. Бог его знает, откуда он это берет. Спасибо, я обязательно схожу к нему. Рад помочь, сэр. Подожди. Мюррей. 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 Это не... Я не помню. Или о Мюрре говорила в записке Роберту. Но это не в замке. Это надо куда-то, наверное, выходить. Моррис, посмотрите на это. Знаете этого человека? Не думаю. Никогда его здесь не видел. Хорошо, спасибо. Тогда я пойду. Хорошо, сэр. Ну, кто-то же знает. Кто-то же знает. Мне нужно избавиться от досок, которыми заколочена дверь в башню. Правильно, Сэм. Правильно. И вот интересно, да, почему он не взял его сразу. Ну, наверное, так... Ну, и правильно, да? А зачем бы, вот если по логе... Зачем мне его таскаться, таскаться с этим молоком? Молоком. Молотком, если он не нужен. Логично. Подожди. Бутылка вина все-таки на нее еще почему-то обращает внимание. Может, мы возьмем ее? Ну, ладно. Может, покажем кому-нибудь еще. Все-таки к садовнику я схожу. К садовнику схожу. Почему нет? Прогуляюсь. Прогуляюсь по улице немножко. Подумаю, подышу свежим воздухом. Мюррей, Мюррей, Мюррей. Я почему-то в записи... Я, наверное, перепутал уже имена. Мне показалось, в записке говорилось о Моррисе. А, наверное, это был Мюррей. Какой-то Мюррей. Наверное, скупщик чего-то. Или там... Антиквариат или еще чего-нибудь. Опля. А садовника-то и след простыл. Неужто пошел пруд чистить? Сейчас посмотрю. А может быть, в оранжере где-то ходит? Кто его знает? Нет, и здесь его нет. Ты посмотри. Но измельчитель все на месте. И мешки, набиты листьями. Ну вот точно они набиты листьями или нет? Здесь ничего нет. Могу поклясться, что я видел кровь. Точно. Что-то мне нехорошо. Приму свое лекарство. А если лекарство закончится, что мы будем делать? И что за лекарство мне интересно? У меня частые головные боли в эти дни. Я лучше попридержу их. Просто от головной боли обезболивающее. Я об этой крови говорил только Генри, садовнику. Больше никому. Он что, взял и стер эти следы? Развяжите мешки. В конце концов, все эти листья будут сожжены. Нет, смотри. Все, я не могу ничего делать с ним. Может, здесь с измельчителем? Может, что-то... А, ну, в оранжере... Может, он в оранжереи? Да, он здесь. Ну, я, кстати, первый раз здесь, да? Первый раз. Картина он рисует? Интересно. Он просто кардинально отличается от того конюха Морриса. Может, это, конечно, не он рисует? Уильяму очень нравилось это место. Он часто приходил сюда, чтобы порисовать. И иногда проводил здесь целые дни. Ну, то есть, это не... Это не Генри. Это Уильям рисовал. И это осталось... Черное зеркало. Черное зеркало. В черном зеркале, черной ночью... Черной ночью... Уильям упал с башни. Ну, смотри, картина все-таки... Не отпускает меня почему-то, да? Что мне интересно? Может, я сфотографировать ее смогу? Когда найду что-нибудь. Ну, ладно. Подожди, 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 подожди. Секатор вижу. Или что-то подобное. А здесь вроде бы ничего нет. Такая большая оранжерея и ничего нет. Кроме картины и садовника. Вам что-то нужно, сэр? Да. Измельчитель. Ты протер. Но этого вопроса нет. Взгляните на это. Я нашел это в старой башне. Зачем вы это мне показываете, сэр? Я показал это Бейтсу, и он посоветовал мне поговорить с вами. Вы знаете об этом что-нибудь? Я? Нет. Я никогда не видел ничего подобного. Еще он сказал, что вы в тот день подстригали деревья. Да, это так, но я не имею никакого отношения к этой вещи. Успокойтесь. Только расскажите мне, что вы о ней знаете. Хорошо. Ну, вы должны мне пообещать, что не расскажете, мадам. Я не хочу потерять работу. Конечно, начинайте. Я не знаю, что это такое, но я нашел похожий предмет возле того места. Он у вас? Нет. Видите ли, мне пришлось его заложить. Я был на мели. Заложить? Не похоже, что он чего-то стоит. Ну, может, тот, что у вас в руке и не стоит. Но в том, что нашел я, был красивейший камень. Мне кажется, рубин. И где вы его заложили? У старого Мюррея. Где же еще? Хорошо, что вы мне это сказали. Пока еще есть время. Дайте мне свою закладную, и я выкуплю его. Но у меня ее нет. Я не знаю, куда дел ее. Генри, это очень важно. Попытайтесь вспомнить. Я понятия не имею, где она может быть. Но вы не забудете о своем обещании, не так ли? Это останется между нами. Да, сэр? Посмотрим. Ну, подожди. Конюх Морис сказал мне поговорить с Мюрреем. Он, по-моему, о садовнике ничего не говорил. А, хорошо. Закладная. Действительно, она ли существует? Генри, давайте вернемся к закладной. Я знал, что вы о ней спросите. Но поверьте мне, сэр, у меня ее нет. А вам нужны были деньги, поэтому вы удачно потеряли закладную? Ну, да. Мне нужны были деньги, но не закладная. Я действительно не собирался забирать эту вещь. Кто-нибудь мог поинтересоваться, где я ее взял, и я мог потерять работу. Вы ее точно потеряете, если не отдадите мне эту закладную. Но у меня ее нет. Вы обещали, что это останется между нами. Генри, вы должны понять, что это очень важно. Советую вам отдать мне эту закладную. Я бы сразу ее вам отдал, сэр. Ладно. Я не верю ни единому его слову. Так, хорошо. Хорошего я о тебе был мнения раньше, Генри. Теперь все. Оно изменилось. Ты пруд почистил? Генри, вы узнаете человека на этой фотографии? Вы его когда-нибудь видели? Конечно, нет. Нет, сэр. По-моему, нет. Кто он? Я должен его знать? Нет. Наверное, нет. Я просто хотел узнать, не встречались ли вы с ним. Нет, сэр. Это картина, Генри. Когда Уильям ее написал? Очень давно, сэр. Когда он еще бывал в саду. Мадам приказала мне оставить ее тут, поэтому я за ней присматриваю. Сэр Уильям был очень талантливым. Вам так не кажется, сэр? Да, был. Я оставлю вас. И интересно, почему мадам приказала, чтобы она здесь была. Ну а что, нам больше не о чем занимать. Я не знаю, о чем мы можем говорить. Ну, без закладной, мне кажется, я, если эта вещь мне действительно нужна, я ее не выкуплю. Или выкуплю, но не по той цене, за которую продал этот Олух Генри ее. Где она лежит? Если он не знает, то я тем более не знаю. Искать бумажку какую-то? Ну, к Мюрую надо будет, конечно, наведаться. Но сейчас я хочу наведаться все-таки в сундук Роберта и сюда, в башню. Ну, надо, конечно, посматривать. Надо где-то посматривать. Оранжерея. Этот садовник, он там живет, да? В Оранжереи прям. ЛВА. Тут какие-то другие инициалы. Надо открыть. Конечно. Подожди. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Надеюсь, сработает. Думаю, ее можно использовать. Она не слишком старая. Не слишком, да? Ну, он сказал, там полно пленок. Надо было, может, порыться, взять еще про запас чего-нибудь. Там точно... Подожди. Конечно, там точно ничего нет. Только спросил. Там еще что-то может быть. Мне больше ничего здесь не нужно. Ну, ладно. А зачем они заколотили? Проклятье. Дверь заперта. Проклятье. Они закрыли дверь и еще заколотили. Может, они заколотили ее от того, что там внутри? Но не думаю. Понятия не имею, где может быть ключ. Нужно спросить Викторию. А, Викторию. Ну, до Виктории мы сейчас не достучимся. Она там что-то сказала вроде бы. Ей надо отдохнуть, да? Можно, конечно, попробовать. У нас как бы и дело есть, не требующее отлагательств. Можно, конечно, поспрашивать и у Бейтса. Сейчас я думаю, что попробуем спросить у Виктории. Не, ну, конечно, я туда не зайду, но все-таки. Я понимаю, что Викторию надо оставить одну. Но я должен спросить ее о ключе от кабинета Уильяма в башне. Да, значит, надо. Пришла пора. Ну что ж, бабуля, уж потерпите. Журнал. Она пока на меня внимания не обращает. Я, пожалуй, посмотрю, что за журнал здесь лежит. Старый номер журнала «Энергия природы». У меня сейчас нет времени на чтение. Раньше у нас была своя конюшня. Некоторые из наших жеребцов становились чемпионами. Это давно в прошлом. Так у нас и есть сейчас конюшня и конь уходих. Но, может быть, это, знаешь, может, это, конечно, уже не конюшня. Это так. Подсобное хозяйство какое-то. Счастливая стрела. Девять побед в сезоне. Девять побед в сезоне. Я не могу вспомнить имя. И, вероятно, один из старых жеребцов. Да, 1890-й. 1890-й. Какой прекрасный был год. Счастливая стрела. Тысяча восемьсот. Напоминание об одной из наших лошадей-чемпионов. Один из моих далеких предков. Дерхам Гордон. Этому холсту, по крайней мере, три сотни лет. Странно, что время не тронуло его. Странно, что мне кажется, что где-то этот я портрет видел. И мне кажется, что это не Гордон был. Ну, может быть. Дерхам Гордон. Может быть и Дерхам Гордон. В этих ящиках меня ничего не интересует. Похоже, в них личные вещи Виктории. Пороться в личных вещах. Я не буду их открывать. Открой. Ты не будешь, я буду. Ну ладно, давай поговорим с Викторией. Виктория, я знаю, вы хотите побыть одна, но я должен задать несколько вопросов, на которые только вы можете ответить. Может, и стоит немного отвлечься? Он никого не пускал внутрь. К чему эта секретность? Я не знаю, Сэм. Примерно полгода назад он заперся в этой башне и проводил там дни и ночи напролет. Он никогда не говорил мне, чем там занимается. Когда я спросил, он просто заявил, что ищет правду и что не остановится, пока не найдет ее. Это полностью поглотило его, и вы знаете, чем это закончилось. Я надеюсь, что он нашел свою правду. Я вот, да, надеюсь, что он нашел. Я не пойму, Виктория это кто? Жена? Жена Вильяма? Если она жена Вильяма, то она моя бабуля, наверное, да? Может быть, сестра. В общем, до правды в этом замке нельзя докапываться. Просто жить и все спокойно. Я надеялся, что мне никогда не придется возвращаться сюда. И даже сейчас я не уверен, что стоило. Я не смело надеяться, что вы приедете. Все письма вам возвращались. И никто из нашей семьи не видел вас много лет. Нет, через некоторое время мы решили, что вы умерли. Я не открыл ни одного из них. Я хотел забыть все это. Но это извещение. Я должен был открыть его. Может, мне стоило оставить его нераспечатанным, как и остальные. Ваши слова холодны, Сэм. Если бы не смерть Вильяма, я бы никогда не вернулся. Я вернулся только из-за Вильяма. Я не ожидаю, что вы поймете. Ну... Сейчас, слышишь, что-то бить начали. Вильям, похоже, это единственный человек, с которым что-то нас связывало. Что-то было общее. Игра. Игра в шахматы, беседы вечерком или еще что-то. Бейтс не очень хорошо выглядит. Он стар и очень устал. Ему стоит отдохнуть. Я бы посоветовала это ему сама. Но я знаю, что он не хочет сейчас оставаться один. Они с Вильямом были друзьями задолго до того, как я его узнала. Он проработал здесь всю жизнь, так же, как и его отец до него. Он хорошо себя чувствует с нами. Я уверена. Тот человек, что был с нами на похоронах, кто он? Доктор Герман, наш семейный доктор. Но точнее было бы сказать, друг нашей семьи. Я никогда не слышал о нем. А как бы вы услышали? Он переехал сюда через некоторое время после вашего отъезда. Ганс хороший человек. Он был другом Вильяма и во многом помогал нам. До того, как Вильям начал избегать людей, они часто общались. А почему вас так заинтересовал Ганс? Я не знаю его и просто хотел узнать, кто он. Угу. Вам что-нибудь нужно, Виктория? Нет, спасибо, Сэм. Я в порядке. Может. Нет, не волнуйтесь. Я попрошу бейться. Да ладно чего? Мне нетрудно. Может быть, сказала что-нибудь. Этот новый садовник, Генри. Я слышал, что он пьет. Он не новый. Работает у нас около года. То, что вы слышали, правда. Но это случается не слишком часто. Но он вежлив и трудолюбив. Я удивлен, что вы так говорите. Разве его пьянство не волнует вас? Вообще-то волнует, но мне сложно найти кого-нибудь другого на эту работу. Но ведь не так трудно найти нового садовника, не так ли? Может быть, несколько лет назад и нет. Но сейчас... Вас здесь давно не было. Многое изменилось, Сэм. Никто не хочет на нас работать после случившегося. Люди суеверны. Они во всем видят происки темных сил. Я рада, что он остался. Хоть мой сад и не ухожен. Но почему вы спрашиваете о Генри? Может быть, вы знаете о нем что-то, чего не знаю я? Положительный, отрицательный. Я, конечно, еще пока не пойму, что за этими ответами может следовать. Может, вы знаете, чего не знаю я? И что мне сказать? Морис. 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 Могли бы вы проследить, чтобы он сделал это сегодня? Конечно. Старый колодец несчастный случай. Кто-то грохнулся в колодец. Посмотрите на этот каменный фрагмент. Он вам о чем-нибудь говорит? Нет. Я бы не сказала. Хотя я видела нечто подобное на столе Вильяма. Он очень аккуратно обращался с этой штукой. Только я не знаю, что в ней такого особенного. Он никогда об этом не говорил. Я говорил с Робертом о старом крыле. Он сказал, что его стены – все, что осталось от первозданного замка. Да, это так. Они – это все, что осталось после пожара. Я не могу припомнить, чтобы в прошлом замок завоевывали. Никто его и не завоевывал, по крайней мере, в прямом смысле этого слова. Замок был наполовину разрушен при конфликте между первыми Гордонами. Маркус знал, что не может в открытую подняться против людей своего брата. Поэтому он решил устроить ему сюрприз в секретной часовне, глубоко под замком. Мордред понял это слишком поздно. Последствия были ужасающими. Но это всего лишь старые легенды. Просто старые рассказы. Маркус Гордон Это секретная часовня, о которой вы говорили. Она должна быть где-то под нами. Никто никогда не находил даже след входа. Оставьте в покое эту часовню, Сэм. Это всего лишь старые легенды из хроники. Что случилось с Маркусом после смерти Мордреда? Он стал хозяином имени и умер много лет спустя, дожив до глубокой старости. Его похоронили в секретном склепе. В наши дни никто не знает, где покоится его тело. Существуют ли какие-нибудь записи о его жизни? Насколько мне известно, нет. То есть этот братец Маркус заманил Мордора, да, каким-то способом его там погубил. Все досталось ему. Ну, в общем, вражда между ними привела к этому. Виктория, мне нужен ключ от кабинета Уильяма. Я знаю, что вы настаиваете на том, чтобы никто туда не ходил, но... Никому не разрешено заходить в него. Почему вы говорите со мной об этом, Сэм? Почему вы заставляете меня думать об этом? Я просто хотел... Уйдите, я хочу остаться одна. Конечно. Подожди, там еще что-то надо было у тебя спросить. Эх, Виктория. Может, еще раз... Я видел Викторию. Оставлю ее сейчас в одиночестве. Я извинюсь позже. А что такое? Я спросил ключ. Почему нельзя туда никому заходить? Хожу со стороны в сторону. Что ж, я не знаю. Пойду на улицу сейчас. Хотя, может быть, к Бейтсу зайти? Давай. Давай пока зайду к Бейтсу. Может, с ним еще что-то переговорю, а потом выйду. Вам что-то нужно, сэр? Я хочу у вас кое-что спросить. Конечно, сэр. Бейтс, я обидел Викторию. Думаете, она примет мои извинения? Конечно, сэр. У госпожи доброе сердце. Но, если вам нужен мой совет, сэр, извинитесь как можно скорее. Блин. Ну, я пытался зайти как можно скорее, но не получилось. Почему заколочен вход в старую башню? Мадам приказала мне наглухо забить дверь, чтобы она больше не думала об этом месте. Она не хочет, чтобы кто-либо входил в кабинет Вильяма. Понятно. Думаю, мне пора. Я вернусь к работе. Интересно, мне ключ сейчас вешать или попозже? Мне же все-таки надо как-то туда будет зайти еще. И молоток мне нужно... О, подожди. Один из камней в саду. Никто не знает, как они сюда попали. Так, ну подожди. Эээ, объединять я могу? Я давно этим не занимался, но думаю, что вставил пленку верно. Да. Объединять предметы я могу. Это уже хорошо. Теперь мне нужно проявить пленку. Ну, где же мне ее проявить? Где же мне ее проявить-то? Ну, для этого нужны какие-то реактивы. Как раньше это делали. Проявить или закрепить, или там фиксатор, или... Я уже сделал фото. Да, мне этот символ уже как бы сейчас не интересует. Теперь работает как следует. Может, кто-то мне об этом скажет. Может, кто-то мне об этом скажет. Кстати, может быть и Роберт. Может быть и Роберт. Так как он любитель фотографий, может быть и скажет. Моррис. Моррис? Да, сэр. Моррис, что вы будете делать, когда закончите с ветками? Еще не знаю. Но здесь всегда достаточно работы. У вас есть что-нибудь особенное для меня? Виктория хочет, чтобы вы заложили колодец. Я знаю, сэр. Я скоро этим займусь. Тогда я пойду. Хорошо, сэр. Слушай, пока ты его не заложил, может быть мне в него посмотреть? Нет. Ладно. Тогда я тоже пойду. Я пойду, наверное, сейчас снова к Роберту. А может быть и нет. Загляну. Загляну. Может быть Виктория примет мои извинения все-таки, а? Я правда не знаю, особенно в чем я виноват. Надо будет извиниться. Как можно скорее. Могу я с вами немного поговорить, Виктория? Конечно, сэм. Конечно. Прости меня, бабуля. Я хотел бы извиниться за то, что говорил раньше. Может быть я поспешила с ответом? Я уничтожила этот ключ, чтобы больше никто не мог подняться в эту башню. Может у Вильяма был другой ключ? Я не знаю. А где сейчас его личные вещи? Я не знаю. Я... Спросите у Германа. Я не хочу об этом говорить. Ладно, ладно, бабуля. Не расстраивайся, а то сейчас вновь поссоримся с тобой. И не взгляните на эту фотографию. Вы знаете этого человека? Да, я где-то уже видела его. Хотя нет, не совсем его. Что вы имеете в виду? Он был намного моложе, чем на этой фотографии. Но это был тот же человек. И кто же он? Вильям однажды привел сюда сироту. И предложил ему еду и кров на несколько дней. Некоторое время он жил возле конюшни. Тихий, приятный мальчик. Вы помните, как его звали? Это было очень давно. Мне не вспомнить. Он оставался с нами довольно долго, но потом в корне переменился. Как будто сошел с ума. После этого мы не могли позволить ему остаться. Его отвезли в Эшбуре. Что с ним случилось потом? Я точно не знаю, как я уже говорила. Это было очень давно. Роберт может помнить. Он принял этого мальчика как пациента. Интересно. Роберт может помнить. Виктория, можно с вами... Извините, Сэм. Я сейчас не в настроении для разговоров. Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь к Бейтсу. Он с радостью поможет вам. Конечно. Я вернусь позже. Спрошу в другой раз. Ладно, пошел я пока отсюда. Здесь ничего не появилось. Ну, вроде бы нет. А то бабуля такая ранимая. Ну, я думаю, находили мы сегодня достаточно. Куча информации просто. Надо все это обработать. Ну, что ж, я думаю, что... Да. Скоро, наверное, придет пора двигаться туда. За ворота этого замка. Я так понимаю, что нужно будет встретиться с этим Мюррием. Да? Встретиться, я так понимаю, в лечебнице еще какая-то должна быть. Где у нас карта? Приход Борхилла. Наверное, сюда, да? Лазовая заводь. Может быть, здесь вот этот Мюрри, который, может быть, чем-то торгует. В общем, надо будет походить, походить, посмотреть. Есть чем заняться. Ну, и, по крайней мере, еще со всеми переговорить. И с тем же Бейтсом, и особенно с Робертом. Может, и с садовником, и с Мюррием посмотреть, заколотил он или нет. В общем, заданий много. Ну, что ж, на этом закончим. Встретимся в следующий раз. Спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока.